На сегодня в определении счастья несколько таких компонентов. Это уровень некой удовлетворённости, конечно же, это некое благополучие, это радость жизни и это смысл жизни. Если мы говорим, что это состояние радости, то, конечно же, люди, которые умеют позитивно воспринимать ситуацию, и даже в сложных ситуациях всё равно говорить «стоп, это урок, я с этим справился, стоп, здесь для меня столько было там чего-то полезного и так далее». Конечно же, эти люди гораздо чаще чувствуют себя счастливыми, гораздо чаще делятся этим частям и так далее. Если мы научаемся, это реально просто привычка, говорить «плохо, плохо, 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 стоп, а что же в этом есть хорошо?» Если мы научаемся одну и ту же ситуацию, говорить другими словами, если научаемся почаще, простите, просто улыбаться, даже иногда, одевая на себя с усилием воли эту маску улыбки, то мы всё-таки в большей мере себя чувствуем позитивными, радостными и так далее. Если мы умеем благодарить себя за что-то, других, кто рядом, вообще весь этот мир, и умеем копить, знаете, какая-то такая своя копилочка, что же в моей жизни хорошо, что же здесь замечательно, какие победы были в моей жизни, потому что трудные моменты бывают у всех без исключения. В определении, что такое счастье, звучит благополучием. То есть, конечно же, всё, что мы могли бы сделать для того, чтобы жить в максимально комфортных условиях, в красивых условиях, удобных, приятных нам, то, конечно же, мы для этого должны прикладывать усилия, и, в общем-то, потихонечку, да, маленькими такими шажочками, но двигаться к тому идеалу, который вот есть ваш. Есть ещё в этом перечне определение, да, показатели счастья, смысл жизни. Да, оказывается, когда мы сами себе можем сказать, что такого важного, ценного я в этой жизни делаю, зачем я это делаю, какой этот результат, то мы тогда гораздо с большей увлечённостью включаемся в работу, даже которая может быть очень сложной, да. Мы с гораздо меньшими потерями эмоциональными, физическими выходим из таких, да, сложных, критических ситуаций и так далее. И смысл, конечно же, у каждого может быть раз. Когда мы видим смысл в своей жизни, в том, что мы что-то делаем, да, как профессионалы, как люди, кому-то помогаем, где-то оказываем какие-то вещи такие очень ценные, полезные, то это наполняет нас, знаете, такой значимостью, и в критической ситуации мы тоже удерживаемся и двигаемся дальше по жизни. Очень важный ещё такой момент для того, чтобы как можно чаще, да, чувствовать себя счастливым, как можно чаще, потому что, наверное, состояние счастья не может быть таким, знаете, абсолютно бесконечным. Это не какое-то такое ровное плато. Но это всё-таки, да, такой вот, какой-то зигзаг, здесь есть моменты вау, да, чего-то надзвучайного и чего-то достаточно такого стабильно-спокойного, но это тоже наше счастье, да. Так вот, для этих моментов очень важное умение быть здесь и сейчас, да, в этом моменте. Правда, так устроен человек, только мы можем мыслить и очень долго цепляться за что-то прошлое, что нас волновало, что беспокоило, да, несколько раз прокручивать эту ситуацию, этот разговор, ещё что-то такое. Либо очень много тревожиться о том, что будет завтра, послезавтра, да, эти страхи, беспокойства, они тоже формируют наше поведение. И мы, к сожалению, проходим мимо того, что в этот момент растут наши дети, да, приходят наши дорогие друзья или ещё какие-то люди, очень ценные, важные, значимые, да. Ну и просто мы можем находиться в каком-то красивом, потрясающе красивом месте. Мы всё это теряем. Это те ресурсы, которые питают и делают нас сильными, энергичными и, конечно же, счастливыми. Чем больше здоровых, счастливых людей, чем больше успешных людей вокруг вас, тем и вы становитесь более успешным, более счастливым и более, знаете, таким сильным, да, в этой жизни. Поэтому, конечно же, влиять теми способами, которые вам доступны, да, на то, чтобы рядом, да, вот такие волны добра, тепла, понимания жизни распространялись, это очень ценно и важно. Менять свои привычки, да, и минусы, из них делать плюсы, и даже иногда из лимона жизненных обстоятельств, их, простите, выдавливать и делать вкусный сладкий лимонад, это те навыки, которые нам очень ценны и важны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!